Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Сколько чиновников Карагандинской области уклонялись от уплаты штрафов и кто наказан? Почему цветы к 8 марта дорожают и что дарят карагандинцы своим любимым? Только к победе стремятся женщины-полицейские. В честь праздника 8 марта состоялся женский турнир по волейболу. Обо всем по порядку. 70 чиновников Карагандинской области уклонялись от уплаты штрафов. Их долги составили 694 288 тенге. Такие цифры озвучили сотрудники Управления комитета по правовой статистике и специальным учетам области на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при главе региона. Наибольшее количество чиновников, уклоняющихся от уплаты штрафов, выявили в Бухажраусском районе 22 госслужащих. Их общий долг составил более 250 тысяч тенге. Далее бьют рекорды работники Акимата Каркарлинска. Их штрафы превышают 200 тысяч. Затем следует Абайский район. Оштрафованы 11 человек на 74 тысяч тенге. В городах Сарани и Шахтинск 16 госслужащих. Во всех этих случаях злостные неплательщики расставались с деньгами только после публичного разбирательства. Также на встрече озвучили общую взысканную сумму. В числе злостных неплательщиков штрафов есть работник аппарата Акима Бухажраусского района. Штраф в 139 тысяч тенге чиновница выплачивала 7 месяцев. Аналогичный случай и с руководителем отдела сельского хозяйства того же района. Самым длительным изысканием оказался штраф с Акима поселка Шашубай Актугайского района Даниала Избекова. Он не оплачивал 3 года 32 тысячи тенге. Вот эти сотрудники почему продолжают работать на местах? Почему не застряете внимание на то, чтобы избавляться от этих неравнимых? Из Акима Аким поселка Шашубай Актугайского района 27 сентября 2012 года был за нарушение требований закона о взаимодействии экологической экспертизы Балашкова. А сейчас он находит и какие-то экологические вопросы поднимает. Дайте деньги чистить там что-то там. По словам прокуроров, во многих случаях чиновники попадались на нарушениях правил дорожного движения. В целом, после прокурорской проверки в прошлом году госслужащими области оплачено штрафов на сумму около 600 тысяч тенге. А в 2016 году около 60 тысяч. Аямамрина Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области действует пять вечерних школ. В них обучаются 457 человек, освободившихся из мест лишения свободы. Программа вечерней школы основана на стандарте общего образования. Она разработана силами социопеки и департамента уголовно-исправительной системы. Вечерние школы созданы не только для обучения. Это своеобразная помощь ранее осужденным в становлении на путь исправления. В школах они получают специальность. В прошлом году более 600 человек получили профессию. После окончания учебы им помогают оформить все необходимые документы. За последние годы, воспользовавшись шансом, трудоустроились около 2000 человек. Также в городах Шизказгана и Тимиртау действуют центры социальной адаптации. Люди, только освободившиеся из тюрем и не имеющие определенного места жительства, могут обратиться туда за медицинской и юридической помощью. 14,6% из числа освобожденных из лиц решений по указанным адресам не проживают. 52,7% самостоятельно трудоустроены и в оказании социальной помощи не нуждаются. 6,1% отказываются от социальной помощи и трудоустройства. 17,3% при неоднократном обращении социальных работников отсутствуют дома, при этом оставлено в приглашении обратиться в адреса в социальный программ для оказания социальной помощи. Легализация имущества в республике продлена до 2017 года. Теперь она будет осуществляться по периодам. В области организованы 21 пункт приема заявлений и 18 комиссий по легализации. На сегодняшний день поступило более 800 заявлений на сумму 11 миллиардов тенге. Напомним, в ноябре 2015 года в законодательстве о легализации были внесены дополнения и поправки. Заместитель Акима области Ассалбек Дюсибаев провел совещание. Комиссия рассмотрела все поступившие заявления. Более 500 вернули обратно. Утверждено только 310 заявлений. 59 будет заново рассмотрено в скором времени. По 310 заявлениям легализовано 340 объектов. Из них 32 жилых объекта на сумму 264,5 миллионов тенге и 308 нежилых объектов на сумму 4 миллиарда 532,8 миллионов тенге. В списке легализованного имущества по области первыми стоят города. Караганда, Жасказган и Тимиртау. Ассалбек Дюсибаев напомнил о необходимости правильного информирования населения. Усилить работу по разъяснению правил легализации имущества, новых условий проводимой акции, путем проведения семинаров, круглых столов, размещения печатных изданий, изданиях и электронных средствах массовой информации, статей, интервью и так далее на тему легализации. Недвижимость за рубежом нужно легализовать в срочном порядке. Отдел внутренней политики и департамент госдоходов должны проводить еженедельные мониторинги. Поинформировано разъяснительным работам по легализации имущества. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Впервые в Караганде. Выставка экзотических животных. Ежедневно с 3 марта по 2 мая. Торговый центр «Сити Молл». Третий этаж. К другим новостям. И снова громкий судебный процесс. В Караганде судят экс-заместителя начальника административной полиции области Ергобыла Жукенова. Его обвиняют в поборах собственных подчиненных. Ущерб от вымогательств Жукенова оценен в 55 тысяч долларов. Ранее подполковник курировал дорожно-патрульных полицейских. Гособвинитель просит 5 лет лишения свободы. Путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно назначен наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах. Жукенова обвиняют в хищении чужого имущества, использовании служебного положения, подстрекательстве к даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Преступление рассматривают по статье «Мошенничество». Из материалов дела следует, что он вымогал с 11 сотрудников батальона ДПС по 5 тысяч долларов, шантажируя видео, на котором зафиксированы их правонарушения. Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов тенге. И для решения вопроса о непривлечении их к уголовной ответственности сообщите им, что нужно собрать с каждого по 5 тысячи долларов США. Жукенов в ходе следствия и на приемниях свою вину не признал. Его интересы представляли два адвоката. С их слов их клиента очернил командир батальона Дорожно-патрульной полиции Айтпай Сыздыков. Мой подзащитный Жукенов инкриминированных уголовных правонарушений не совершал. В материалах дела отсутствует доказательства, изобличающие Жукенов совершение преступления. Однако присутствуют доказательства, подтверждающие его невиновность и причастность к данному преступлению других лиц, которые проходят по делу в качестве свидетеля. Прокурор Тусупов попросил для Жукенова наказание в виде петели от лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненного лишения права занимать должности в госорганах, а также взыскать судебные издержки в размере 47 тысяч тенге. Подсудимый просит себя оправдать. Суд взял перерыв до 9 марта. Решение огласят в 17.00. Напомним, Ерга Былжукенов курировал дорожно-патрульную службу Карагандинской области около трех лет. Начинал карьеру простым автоинспектором. Шесть лет работал в Караганде, потом еще 10 лет в Астане. В столице он занимал должность заместителя командира батальона. В 2012 году его пригласили работать в Караганду. Его задержали 3 октября 2015 года. Аймамрина Рустамбеков, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. К международному женскому дню готовы. В карагандинских теплицах распускаются тюльпаны. И хотя садоводам приходится нелегко, но очарованные взгляды карагандинок этого стоят. Цветами любовалась и наша съемочная группа. Выращивать эти цветы хамзе Акбердиву помогают 8 человек. Все они родственники. Семейным бизнесом начали заниматься 4 года назад, приехав с Южного Казахстана. Тюльпаны выгоняли в трех теплицах, специально к весенним праздникам, чтобы в нашем суровом климате была возможность подарить женщинам красивые свежие цветы. В этом году мужчина закупил 140 тысяч луковиц из Голландии. Не все, но больше половины расцвели. Уже продано около 30 тысяч цветов. В теплице выращивают тюльпаны 8 видов. Спрос на каждый из них высок. Оптовая цена весеннего цветка с 60-сантиметровым стеблем составляет 250-300 тенье. Закрывать, но сейчас срывать. Бубончики вот такие будут. Если хочешь долго хранить их, вот такие бубончики ращи. А тут оставляешь. Выращивать тюльпаны – дело нелегкое, поделился мужчина. Приходится вставать ночью, топить, чтобы поддерживать тепло в оранжерее. Следить, чтобы каждый цветок получил достаточно воды. Удобрять почву, чтобы ни один тюльпан не пропал. За сутки уходит 64 килограмма угля. Температура ночью должна быть не ниже 10 градусов. А днем поднимается до плюс 30. Луковицы поместили в грунт еще в октябре. Мы посадили луковицы в октябре, пока земля была не замерзшая. Сразу, как выпал снег, затащили его сюда. Высота достигла полметра. В январе начали топить помещение и до сих пор кочегарим. Для нежных цветов агроном использует еще одну хитрость. Включает классическую музыку для поднятия настроения тюльпана. Радовать местные букеты будут не меньше трех недель, в отличие от привезенных тюльпанов, которые из-за дальней транспортировки стоят в Азии не более 7 дней. Последнюю мартовскую партию тюльпанов смогут приобрести жители Карагандинской и Акмолинской области, после чего теплицу засеют семенами томатов и огурцов. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан, Александр Циркидзе, Первый Карагандинский. Цены на цветы в преддверии Международного женского дня растут. Продавцы не скрывают, что один день кормят весь год. Купить букет меньше, чем за 5000 тенге в праздничный день не удастся. Что еще, кроме цветов, дарят карагандинцы своим дамам, и как выбрать правильную цветочную композицию, узнавала Аймамрина. Елена Серикова работает в цветочном бизнесе уже 15 лет. У нее огромный опыт не только продавца, но и флориста. С ее слов, в этом году кризис отразился и на них. Продажи упали, а цены на привозные цветы подскочили. Владельцы бутиков прибавляют лишь 20% к себестоимости. Стараются предлагать жителям местные цветы. Спросом перед 8 марта пользуются тюльпаны и розы. С поднятием доллара и, в общем, этот цветок вырос почти в два раза. То есть голландский цветок, он, естественно, берется за евро, за доллары. С поднятием курса, естественно, он возрастает. Но мало того, что с поднятием курса он возрастает, он еще и возрастает с праздником. С наступающим 8 марта желаю любви, счастья, здоровья, пережить этот кризис. Ну и, конечно же, чтобы их мужчины радовали цветами. Фурнитура для оформления букетов тоже не дешевая. Ее привозят только из-за рубежа. Местной альтернативы нет. Мы решили узнать, устраивает ли карагандинцев стоимость цветов и что они предпочитают дарить своим любимым. Ну, конечно, дорогие цены на цветы – это ничего хорошего. Я не вижу смысла покупать цветы за большие деньги. Лучше купить подарок, чем цветы, которые потом выкидывать на мусорку, такой большой букет – это очень жалко. Цветы? Как правило, если есть денег, конечно. Как правило, их нет. Особенно на 8 марта. Ну, цветы, конечно, и шоколад. Но в такой день как-то, в общем, про цены вопрос не встает. Все опрошенные не скрывали. Ради любимых женщин не жалко отдать и последние деньги. Карагандинцы решили поздравить дам. Ну, что всем счастья, всяческих удач и здоровья, конечно. Знаю, оставаться такими же красивыми, радовать мужчин. Весеннего настроения, исполнение желаний, чтобы их любили, уважали и никогда не обижали. В цветочном ларьке глаза разбегаются. Выбрать хороший букет не так-то просто, особенно при таком изобилии. Флористы советуют при выборе цветов основываться на индивидуальных предпочтениях дамы. Самым беспроигрышным вариантом всегда считались розы. С праздником вас, дорогие дамы, женщины, мамы, бабушки, девушки и девочки. Пусть 8 марта длится для вас целый год. Аймам Ринатолий Генрошитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К Тимиртаускому родильному дому 45 лет. Поздравить коллектив медиков приехали специалисты из ближнего и дальнего зарубежья, бывшие сотрудники роддома, жители и руководство города Тимиртау. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. В 1970 году было принято решение о строительстве первого городского родильного дома. Александра Десятниченко после окончания медицинского института пришла работать в Тимиртауский родильный дом. 45 лет своей жизни она посвятила этому благородному делу. Но старые методы уже уходят в прошлое, в историю, отмечает Александра Васильевна. Сегодня медицина идет в ногу со временем, со всеми странами. У нас в роддоме есть лапароскопическая установка. Это, как выражаются современники, будущее хирургии. Ну, коллектив сплоченный, работает с полной отдачей сил. Работа у нас сложная. Мы всегда отвечаем за две жизни – за жизнь ребенка и жизнь матери. Родильный дом рассчитан на 115 коек. Функционируют отделения акушерско-физиологическое, гинекологическое, отделения новорожденных и отделения патологии беременных. С февраля 2009 года были открыты новые отделения – дневной стационар и Центр амбулаторной гинекологии. Родильный дом является клинической базой по подготовке врачей-интернов, врачей-резидентов Карагандинского государственного медицинского университета и медицинского колледжа. История роддома, конечно, она богатая. Она славна своими традициями, специалистами. И наши специалисты, кому подтверждение, сегодня работают и подтвердили свои квалификации в странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году в родильном доме Тимиртау появились на свет 2783 малыша. Медицинское учреждение принимает не только жительниц Тимиртау, но и горожан других близлежащих городов и районов. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинский государственный политехнический университет – единственный вуз из Казахстана, участвующий в международном инженерном чемпионате КСИ. Около 200 студентов Казахстана будут бороться за звание лучших инженерных студенческих команд. Международный инженерный чемпионат КСИ состоит из 77 отборочных этапов, которые пройдут на площадках 37 вузов. За 4 месяца чемпионат охватил более 3000 студентов из 38 университетов Казахстана, России и Монголии. У ребят есть возможность пройти практику и стажировку в ведущих отраслевых компаниях, а также поучаствовать в летних образовательных программах «Горная школа» и «Энергия молодости». Да, это аналогичные мероприятия, как сегодня в Карагандинском университете. Такие же мероприятия проходят и в других вузах. Также команды собираются, решают кейсы, презентуют. И команда-победитель отправляется в мае в финал в Москву, где уже выдается следующий кейс, соответственно, также по направлениям, по лигам. И выбираем уже победителя непосредственно чемпионата. КарГТУ уже в третий раз принимает участие в инженерном чемпионате. Студентам дают задачу – решить реальную проблемную ситуацию одного из предприятий Казахстана, России или Монголии. Всем участникам в зависимости от направления дается одна и та же задача. Экспертная комиссия составлена из представителей кадровых служб, органов власти и профессорско-преподавательского состава. Они будут оценивать знания и способности студентов. Основные критерии – это техника, экономическое обоснование и презентация решения. Целью нашего визита на этот чемпионат – это отбор специалистов, подготовка кадров для нашего производства, конкретно для горных работ, подготовка горных инженеров. И для дальнейшего развития у нас запланировано увеличение большого производства, поэтому необходимы кадры. Студент четвертого курса – Даулет Асан, капитан и экономист команды по горному делу «Руда». Вместе со своей командой на протяжении 10 дней ребята готовились к чемпионату. Студенты брали советы у профессионалов-технологов. Нам советы давали основные, как эффективно использовать роторных экскаваторов. И мы сами еще на основании этих советов мы придумали сами инновационный проект, заводы построить для переработки угля в дизельное топливо. Это новая инновационная технология. Мои обязанности тут решить подсчеты, анализы экономические. Стоит взять за это дело или не стоит вот это все подсчитать и обо всем рассказать. Благодаря чемпионату будущие специалисты-инженеры получат практические знания и опыт. Лариса Хусейнова, Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 39 автоматических систем фиксации нарушений правил дорожного движения в настоящее время функционируют на территории Карагандинской области. Данные системы выявляют превышение скоростного режима, нарушение требований дорожной разметки и дорожных знаков, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения. Только по нарушениям, выявленным в прошлом году, в бюджет поступило более 400 миллионов тенге. В случае выявления нарушения предъявляется штраф, который необходимо оплатить в течение 40 дней. В случае неуплаты штрафа предписания будут направляться судебным исполнителям для принудительного взыскания. Судебные исполнители имеют право накладывать арест на имущество должника, изымать движимое и недвижимое имущество, запрещать пользоваться имуществом и выезжать за пределы Республики Казахстан. Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством, на нарушения, выявленные автоматическими системами фиксации нарушений ПДД, не распространяется сокращенное производство. То есть, по данным нарушениям, не предусмотрена оплата 50% от суммы штрафа в течение 7 дней с момента возбуждения административного производства. В связи с чем, во избежание нежелательных последствий, обращаемся к населению области, своевременно оплачивать штрафы и в обязательном порядке уведомлять об этом органы внутренних дел. И последнее на сегодня. В преддверии Международного женского дня состоялся турнир по волейболу среди сотрудниц отделов полиции Караганинской области. Заменив привычную форму с погонами на спортивные футболки и кроссовки, вооружившись мячом, стражи порядка принялись за игру. Как прошел турнир, вы узнаете из материала о сельце Занбаевой. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Динамо». Вначале прошла традиционная жеребьевка. 12 команд поборются за звание сильнейшей. В преддверии Международного женского дня 8 марта проводится данный турнир. Всех воспользуюсь случаем, всех женщин нашей страны. Хотелось бы поздравить с наступающим Международным женским днем 8 марта. Каждая команда представляет отдел полиции, либо управление внутренним делом. Представители данной команды имеют руководство здесь. Это в данном случае заместитель начальника по кадру в работе. Каждая команда имеет свою форму. Айжан Дарбекова с детства мечтала носить форму и бороться с преступностью. Поступила в Карагандинскую академию МВД. Сейчас Айжан проходит практику опероуполномоченным отделом криминальной полиции Октябрьского района. Соперницей моей команды будут девушки из УВД и ДВД Караганды. Айжан Дарбекова уверена, что поединок будет интересным. Нет, не было не трудно. Мы находили время. Подготовка давалась неделя. Мы подготовились со своими делами. Я думаю, все достаточно подготовились, потому что время давалось. Спорт всегда будет на первом месте у всех по совместительству с работой. Турнир прошел на высоком уровне. Всех участниц ждали призовые места, почетные грамоты и медали. Асир Сазамбаева, Аужас Габасов, Александр Цирейкидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Коллектив телеканала Первый Карагандинский поздравляет женщин с наступающим праздником 8 марта и желает счастья и благополучия. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин